С 1 января следующего года в Чувашии заработает новый закон, согласно которому отдельные полномочия органов местного самоуправления по 8 муниципалитетам республики передаются региональному Минстрою. Благодаря нововведениям в этих городах и районах надеются решить назревшую проблему водоснабжения и водоотведения. Подробности у Михаила Нагоркина. О причинах создания нового закона рассказали в Минстрое. Сегодня в регионе более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения. Почти у третьей из них износ доходит до 70%. По сути, люди пользуются устаревшими, прохудевшимися ржавыми сетями. А главные причины кроются в недостаточном финансировании. Перераспределение полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления позволит выработать единый подход для решения вопросов по обеспечению населения качественной водой, а также обеспечит нормальную работу очистных сооружений. Какие полномочия основные передаются? Это полномочия по организации холодного водоснабжения и водоотведения для населения. В общем, те полномочия, которые на сегодняшний момент находились у муниципальных образований. То есть, к этому еще определение для поселения городского округа гарантирующих организаций водно-коммунального хозяйства. Согласование вывода объектов водно-коммунального хозяйства в ремонт и из-за эксплуатации. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения. Затем это утверждение технических заданий, согласование технических заданий на разработку инвестиционных программ. Ну и заключение соглашений об условиях осуществления регулированной деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. В перечень муниципальных образований, чьи отдельные полномочия планируют передать региональному Минстрою, вошли Чебоксары, Научебоксарск, Янтиковское, Цивильское, Порецкое, Шихазанское, Вурнарское и Кирское сельские поселения. Именно эти территории являются одними из самых проблемных. Если говорить о вот этом законе, он, в моем понимании, должен вступить в силу не первые 22-го года, а, наверное, лет 5 или 6 еще раньше, то есть в 17-15-м году. Потому что, начиная где-то с 11-12-х годов, ряд объектов, которые сдавались в республике в эксплуатацию, это объекты водоснабжения и водоотведения, эксплуатировались в какой-то короткий период времени, сейчас они начинают законсервироваться, не эксплуатироваться, приходят в негодное состояние, ввиду отсутствия кадров в сельской местности. Эта проблема в республике повсеместная, и этот фактор не дает не только эксплуатировать существующие сооружения, ну, это пример, например, Шихазана, это пример Киря, например, не только эксплуатировать, но и проектировать современную сооружение. По мнению Юрия Алексеева, в Шихазанах объект очистки источных вод вообще построен с нарушением санитарных норм. Каждый год при разливе цивиля коллектор находится в зоне затопления. А в Урнарах такой и вовсе не предусмотрели. Все объекты водоснабжения и водоотведения в восьми муниципалитетах Чувашии теперь будет курировать региональный Минстрой. Ведомстве надеются, что благодаря нововведениям ситуацию с водоснабжением в регионе удастся изменить. Михаил Нагоркин, Виктор Степанов, Вести Чувашия.